Ощущение от второй половины зимы по сравнению с первой всегда такое, будто после ледяной проруби резко оказываешься в жаркой бане. Именно на финальный период зимы многие издатели планируют свои самые крупные и перспективные проекты. Например, аналогичный период прошлого года отметился появлением таких хитов, как EA Sports и UFC 3, Kingdom Come Deliverance и переизданием Shadow of the Colossus для PlayStation 4. В этом январе, в свою очередь, мы с вами уже получили Resident Evil 2 и Kingdom Hearts 3, но это всего лишь разминка перед несколькими реально мощными играми. Но начнём мы оглашение списка февральских премьер с малого и пойдём по нарастающей. Фимбул Эта суровая датская игра своей атмосферой напоминает трилогию The Banner Saga. Сеттинг тоже вдохновлён скандинавскими мотивами. Вокруг пробирающий до костей мороз, а мир находится в преддверии Рагнарёка — гибели и богов, и всего живого. Но в отличие от детища стоек, Фимбул — чистый приключенческий экшен. Но, впрочем, тоже с нелинейной историей. От принятых решений зависит развитие сюжета. Мы играем за старого берсерка Квельдулвера. Он путешествует по Морозному Мидгарду, сражается с троллями, великанами и волками и пытается отыскать древний артефакт, который как раз и нужен для того, чтобы предотвратить конец света. Нелинейность, между прочим, реализована достаточно необычно. Благодаря системе автосохранения под названием «Нить жизни» можно в любой момент вернуться к важным моментам истории и попробовать изменить их. Таким образом открываются альтернативные способы прохождения. Сюжет на этой фиче объясняется тем, что Квельдулвер обладает способностью перематывать время и возвращаться в прошлое. Боёвка вроде бы весьма хардкорная. Как отмечают сами авторы, её легко освоить, но тяжело постичь в совершенстве. В продаже с 28 февраля. Существующая под тёплым крылом Ubisoft финская студия Red Links продолжает развивать серию Trials, суть которой заключается в том, что мы гоняем на байках по крайне сложным и заковыристым трассам, выделывая при этом в воздухе всякие красочные кульбиты. А начиная с Trials Fusion, серия стала очень классно выглядеть ещё и чисто визуально. Авторы стали весьма изобретательно подходить не только к конструированию трасс, но и к художественной подаче вообще всей локации в целом. Мы тут гоняем над адской пропастью. На фоне египетских пирамид и прочих исторических достопримечательностей, типа Великой Китайской Стены и Эйфелевой Башни. На каких-то импровизированных стройках, где нам на голову норовят грохнуться многотонные строительные блоки. На съёмочной площадке, где оживают сай-фай миры с гигантскими роботами. Высоко над облаками рядом с истребителями. И в итоге шлёпаемся лицом вниз в кучу мусорных мешков где-то в порто. Есть и геймплейные нововведения. Среди них сетевой режим Tandem Bike, где два игрока управляют одним мотоциклом. Релиз состоится 12-го числа. А ещё февраль 2019-го отличается вот таким забавным французским шутером от первого лица. Он полностью одиночный и, несмотря на свою несерьёзность и мультяшность, вполне полноценный. Имеются даже диалоговая система и возможность принимать других персонажей в свой отряд и точно так же играть за них от первого лица. Мир открытый и визуально выполнен так, что само окружение трёхмерное, а живое население подано в 2D. Суть происходящего в том, что один ребёнок, наш главный герой, однажды обнаружил в подвале своего дома вход в это удивительное красочное измерение. И, конечно, не смог удержаться не изучить его поближе. Соответственно, наш протагонист своими боевыми навыками не особо впечатлеет. Для победы в сложных схватках необходима помощь тех самых других героев, о возможности привлечения которых в свою команду мы уже сказали. Одни из них очень чудаковатые, и порой нужно будет постараться, чтобы привлечь их на свою сторону. Сначала, 5 февраля, Journey to the Unexpected выйдет на PlayStation 4. Спустя пару дней появятся версии для Switch и Xbox One, а компьютерное издание увидит свет 13-го числа. «Гад Итер 3» Серия «Гад Итер» представляет собой аналог «Монстр Хантер» от компании Bandai Namco. То есть она тоже посвящена охоте на монстров. Третья часть отличается огромным арсеналом. Присутствуют образцы для ближнего и дальнего боя, а некоторые способны трансформироваться, например, из холодного в огнестрельное. Каждое оружие предлагает нам набор уникальных приемов, и чисто визуально обычно превосходит в размерах своего персонажа, что, в общем-то, привычно для аниме-стилизации. Имеется мультиплеер, где можно собираться в группе до 8 человек в режиме штурм, или в кооперативе сражаться вместе против Арагами. А также стоит отметить достаточно глубокую ролевую систему. Сюжетно «Гад Итер» рассказывает о мрачном будущем, когда эти самые Арагами, гигантские механизированные чудовища, захватили Землю и принялись уничтожать человечество. Для сражений с ними было изобретено специальное оружие, но обращаться с ним могут только избранные. Их называют «пожирателями богов». А в «Гад Итер 3» к тому же появляются пепельные Арагами, которые способны входить в режим всплеска, значительно усиливаясь. 8 числа уже можно будет искать в продаже. Джамп Форс Еще немного февральского аниме. «Файтинг Джамп Форс» от все той же банды Намко создан в честь 50-летия «Сенен Джамп», популярного еженедельного журнала манги, выпускаемого издательством Шуэйша с 1968 года. Это один из старейших журналов Японии, который до сих пор пользуется огромным спросом. На него подписаны более двух миллионов человек. Прежде всего он востребован в возрастной группе от 12 до 18 лет, поэтому и игра нацелена тоже на эту аудиторию. Разумеется, фишка Джамп Форс в том, что ее ростер состоит из множества персонажей самых разных вселенных — Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter, Bleach, Наруто и так далее. Битвы проходят в формате 3х3. То есть есть главный боец, который берет с собой двух помощников. Полоска здоровья при этом общая. Само название «Джамп Форс» отсылает к организации, что занимается разведкой параллельных вселенных и защищает Землю. Ее директора, Гловера, нарисовал Акира Торияма, создатель Dragon Ball и дизайнер персонажей Dragon Quest. Он же придумал милого робота-напарника, который сопровождает нас в сюжетном режиме. Релиз нацелен на 15 февраля. Крэгдаун 3 Первая Крэгдаун была попыткой привнести в концепцию открытого мира а-ля GTA что-то новое с акцентом на мультиплеер. В ней не было миссий как таковых. Надо просто много-много ездить и много-много убивать. Но получилось вполне успешно. Это был действительно важный эксклюзив Xbox 360, компенсировавший во второй половине нулевых отсутствие в GTA 4 многопользовательского режима. Но сегодня такая игра никому не нужна. Уже есть GTA Online, есть даже Red Dead Online. Поэтому единственной возможностью для Microsoft доказать жизнеспособность этой серии была реализация чего-то такого, чего ни у кого больше нет. В данном случае компания решила сделать ставку на невообразимую разрушаемость. Microsoft во время анонса 4 года назад пообещала, что в Крэгдаун 3 можно будет разрушить вообще всё. Вот совсем весь город превратить в свалку. А потом всё заглохло. Релиз в 2017-м не состоялся. Игра куда-то исчезла, о ней не появлялось никаких вестей. Казалось, что разработка либо отменена, либо заморожена. Как выяснилось, у авторов возникли большие проблемы с реализацией этой самой разрушаемости, и они от неё отказались. По крайней мере, в одиночном режиме. То есть, сам элемент разрушаемости остался. Но речь о том, что весь город можно разнести буквально в щепки, больше не идёт. Однако к этой фиче, пусть и опять же изрядно упрощённой, можно прикоснуться в мультиплеере, в боях 5 на 5. Выглядит игра какой-то вымученной. 15 февраля увидим, что в конце концов получилось. Dirt Rally 2.0 Считается, что британская компания Codemasters лучше всего умеет делать раллийные симуляторы. Её Колин Макрей ралли 2.0 19-летней давности было натурально шедевром в своём жанре. И свою состоятельность в этом виде гонок студия доказывает по сей день. Что с дальнейшими играми цикла Колин Макрей ралли, что с Dirt Rally 2015 года выпуска. Но в этом месяце Codemasters, видимо, решила снова сотворить историю. По крайней мере, название Dirt Rally 2.0 отсылает нас к той самой великолепной Колин Макрей ралли 2000 года. И это смелый шаг. А значит, студия в нём уверена. Нас ждёт более 50 автомобилей. Гонки по самым опасным трассам мира будут проходить в США, Аргентине, Испании, Польше, Австралии и Новой Зеландии. А в заездах предстоит полагаться только на штурмана и свои инстинкты. Это именно полноценный, серьёзный автосим. Максимально приближенный к реальности, где нужно учитывать каждую неровность трассы. Если дорога, например, сильно покрыта пылью, то вы ощутите, как автомобиль теряет сцепление с дорогой, а на поворотах из-за характера грунта ведёт себя непредсказуемо. Авторы во время разработки сотрудничали с гонщиком Джоном Армстронгом, который следил, чтобы физика действовала именно так, как во время настоящих заездов. Премьера состоится 26 февраля. Фаркрай Нью Дон Итак, после событий Фаркрай 5 произошло кое-что такое, из-за чего округ Хоуп изменился до неузнаваемости. Вокруг зацвели симпатичные розовые цветочки, а люди, кажется, совсем спятили. Это, в общем-то, всё, что достаточно знать про Нью Дон. Перед нами чисто сюжетный сиквел, который не намерен ничего нового добавлять в механику, а просто продолжает историю в несколько изменившихся декорациях. Но есть всякие косметические доработки. К примеру, теперь при попадании во врага над его головой появляются цифры нанесённого урона, совсем как в Бордерлендс. Нет магазинов оружия, его нужно либо крафтить самому, либо искать где-то на локациях. Животные компаньоны, Акита Тимбор и Свинья Горацио, больше не вынуждены бежать, сломя голову за нашей машиной, а садятся прямо в неё. А ещё у врагов и оружия появилась система уровней, которая ощутимо усложняет игровой процесс. Теперь не получается так просто взять и перестрелять солдат на аванпосте. Они могут оказаться высокоуровневыми и, соответственно, более живучими, чем вы ожидали. В общем, это, по сути, Far Cry 5.5, ориентированный преимущественно на фанатов последней игры серии. Это нехорошо и неплохо. В нулевых обычно такие игры подавались как самостоятельные дополнения. С 15-го числа будет в продаже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА It is in her honour that we fight. Если Anthem провалится, то, возможно, не видать нам ни Dragon Age 4, ни вообще какой-либо другой игры от BioWare. После плохо принятой Mass Effect Andromeda студия оказалась именно в такой ситуации. Директор Electronic Arts не видит смысла в проектах, не способных генерировать сотни миллионов долларов. И в целом, судя по бета-версии, Anthem действительно реализована прекрасно. Другое дело, примет ли массовая аудитория сам формат, представляющий из себя типичную гриндовую ММО. Например, в Anthem нет чёткой концовки. Игра бесконечна. После выполнения всех заданий можно сколько угодно охотиться за всё более новым и совершенным снаряжением, уничтожая всё более сложных противников и получая в награду ещё более дорогие детали для костюма. Конечно, можно просто взять и пройти исключительно сюжетную часть в одиночку, представляя, что это сингловая игра. В теории это возможно. Тут есть три уровня сложности. На самом лёгком это действительно не проблема. На среднем могут возникнуть трудности с боссами, но по идее тоже реально. А на высоком, наверное, без помощи союзников сделать мало что получится. Хотя, вероятно, найдутся хардкорщики, которые докажут обратное. А после достижения 30-го уровня откроются ещё три режима сложности. Грандмастеры. Где здоровье и урон противников неимоверно возрастают. И вот тут однозначно гордый сингл ни к чему не приведёт. То есть, в полной мере, Anthem одиночной быть не способна. И интересно будет глянуть, нужна ли миру ММО от BioWare. Её Star Wars The Old Republic, которая должна была стать убийцей World of Warcraft, уже, напомним, стала одним из главных провалов десятилетия. Запуск Anthem произойдёт 22 февраля. МИТРО ЭКЗОДУС МИТРО ЭКЗОДУС Совсем немного уже осталось ждать отправки в путешествия по постапокалиптической России на побитом жизнью поезде Аврора. Как выясняется, жизнь тут кипит не только внутри подземок. Судя по последнему трейлеру, посвященному Анне, супруге Артёма и лучшему снайперу Ордена Спарты, людей выжило даже больше, чем хотелось бы. Многие сумели консолидироваться для выживания. Нередко на весьма сомнительных условиях и нередко представляют лично для нас весьма опасную среду. В общем, путь нас ждёт долгий и тернистый, но зато богатый на виды. Мы насладимся всеми красотами российской природы во всех четырёх временах года. От заснеженной столицы до жаркой летней пустыни исчезнувшего Каспийского моря. Подталкивать к изучению изрядно разросшихся локаций нас будет новая система торговли. Точнее сказать, улучшение снаряжения, ибо торговли в привычном для нас по прошлым частям виде больше нет. Наконец-то можно не так сильно экономить патроны калибра 7,62 и иногда так и стрелять в своё удовольствие. Это непривычный открытый мир. В уже посещённые большие локации нельзя вернуться. Это ограничение нужно для того, чтобы мы проникались романтикой путешествия и в полной мере ощущали своё продвижение по сюжету, а беготня по уже пройденным и пустынно чистым от контента локациям будет ломать эту атмосферу. Впрочем, сломает атмосферу игры ещё и устаревший компьютер. Процессоры Intel Core i5, видеокарты GeForce GTX 670 и 8 гигабайт оперативки хватит только на то, чтобы увидеть самый минимум графики в Full HD. Хорошую картинку можно получить только с железом уровня Core i7 и GTX 1070, но лучше, понятно, вообще иметь RTX и Core i9. Тогда уже доступны и 4К, и трассировка лучей. Но владельцам консолей, безусловно, думать об этом не приходится. Разве что стоит отметить, что на Xbox One X игра выглядит более технологично, чем на PS4 Pro. Релиз Metro Exodus запланирован на 15 февраля, а приобрести игру GSTV рекомендует на VideoIgr.net. По ссылке внизу вы найдёте несколько комплектаций, в том числе тематический набор с этой самой Xbox One X. Скоро на канале! 15 самых ожидаемых ролевых игр 2019 года. Рассмотрим всё самое важное, от новой игры Obsidian и последнего проекта Брайана Фарго, до новой вариации Fallout в sci-fi сеттинге и необычной RPG в мире альтернативной Европы 17 века. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова